Гигиенический душ используется во всей Азии. Это Индия, Таиланд, Малайзия и еще много других стран, включая также Корею и Японию. То есть там использование туалетной бумаги началось с приходом европейцев. То есть до этого там использовали исключительно воду. Чаще всего это просто ковшик, которым черпали воду из ведра и другой рукой подмывали, соответственно, загрязненные органы. То есть есть такое высказывание, что если бы вся Азия использовала туалетную бумагу, то на земле бы уже не осталось деревьев. Мы же используем воду все-таки для мытья посуды, не просто вытираем бумажки, тарелки. Как-то не гигиенично, а здесь еще более не гигиенично. Гигиенический душ можно сделать очень простым способом. Если рядом с унитазом имеется раковина с краном, то достаточно купить вот такой переходник, который переключает либо кран, либо душ. Это уже по желанию. Просто рассеиватель в виде душа, который экономит воду и облегчает мытью рук. Потом обычный шланг для душа. Можно купить в любом магазине. Лучше покупать армированный, чтобы он сохранял гибкость при высоком давлении. Потом можно купить вот такой держатель с присоской. Существует великое множество. Без присоски их еще больше, если есть возможность и желание сверлить стену. И вот такую леечку с кнопкой. Как это работает? Мы берем режим обычного крана. Эта штука куплена, потому что на самом деле кран тут очень короткий, и менять его пока нет желания. Вот это также продается сейчас во многих сантехнических магазинах. Переключаем таким движением. Открываем кран на полную. Все, душ готов. Теперь, чтобы его включить, нужно нажать кнопку. Нажимаем кнопку. То есть можно плавно регулировать. И до весьма сильного напора. Вот, соответственно, этим душем мы после посещения туалета просовываем его со спины. Направляем, нажимаем кнопку и моем там все. То есть туалетная бумага не нужна. Можно использовать полотенце. Можно не использовать полотенце. В принципе, вся Азия не использует полотенце. Просто моется прямо из шланга. Я не знаю, в чем проблема им купить душ за полтора доллара, грубо говоря. И мыться нормально, но вот так вот есть. Соответственно, спустя некоторое время мы уже используем только холодную воду для мытья, что является закаливанием и практически стопроцентной профилактикой геморроя. Вот, помимо всего прочего, этим душем очень удобно мыть сам унитаз. Также набирать ведра, там можно постирать в раковине что-нибудь быстренько, там обувь почистить. То есть штука очень удобная. И для здоровья полезная. Для женщин также используется как биде. Но вот европейское биде, которое фарфоровое, ставится рядом с унитазом, если честно, я не понимаю, зачем такие сложности. К тому же она работает очень странно. И там подмываться нужно реально руками. То есть она набирается и нужно как-то черпать что-то. Здесь контакт рук не нужен вообще. То есть это мойка бесконтактная. Не нужна ни бумага, ничего, только вода. Причем достаточно просто холодной воды. Можно сделать то же самое. Врезаться в кран, в водопровод с холодной водой, чтобы не тратиться на смеситель, если рядом нет раковины. И пользоваться такой лечкой. Только выключайте кран, потому что вот эта лейка, она китайская. И вот этот клапан, ну, неизвестно, когда он сломается, а он 100% сломается. Потому что он не рассчитан на постоянно использование. Также шланг для душа также не рассчитан на высокое давление, которое тут получается во время отпускания кнопки. Поэтому тоже это зона риска. То есть ставьте обязательно кран до подключения шланга для душа. Обязательно. Иначе можно утопить себя и соседей. И внизу под видео находятся ссылки, по которым можно заказать эту лейку, этот держатель, этот шланг и этот переходник. И этот тоже. За небольшие деньги на Алиэкспрессе. Да, придется подождать. Но зато не придется бегать по магазинам, потому что найти эти штуки в сантехнических магазинах довольно сложно. Всем спасибо за внимание. Желаю вам здоровья. Подписывайтесь на канал. Удачи!